Время говорить Но теперь во всем подробнее Сегодня стало известно, что уголовное дело в отношении бывшего главы региональной антинаркотической службы Игоря Туровского направлено в суд Напомним, что еще в конце ноября 2014 года Игорь Туровский указом президента России был отстранен от руководства Рязанским УФСКН Бывший начальник антинаркотической службы сейчас находится под следствием по коррупционному делу, которое было возбуждено более двух лет назад Обвиняется Игорь Туровский в получении взятки в особо крупном размере Раскрытие сложной схемы получения генерал-майором полиции Туровской взятки с участием ряда посредников стало возможным благодаря тесному взаимодействию Следственного управления Следственного комитета России Рязанской области с региональным управлением ФСБ России Расследование данного уголовного дела также представляло собой особую сложность, поскольку с момента совершения преступления до его выявления прошел длительный период времени А возбуждение уголовного дела происходило без задержания с поличным Кроме того, в рамках расследования уголовного дела следователям был проведен ряд сложных судебных экспертиз Сейчас следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело после утверждения прокурором области обвинительного заключения направлено в суд для рассмотрения по существу Между тем, сотрудники рязанской наркополиции продолжают нести свою службу Им удалось задержать очередного продавца курительными миксами, который фактически превратил свою квартиру в настоящий притон Сотрудники наркополиции продолжают борьбу с незаконным оборотом наркотических средств Новомодные среди определенного контингента синтетические вещества продолжают покорять публику На днях сотрудниками наркоконтроля был задержан 20-летний рязанец, который способствовал продвижению ядовитых смесей в массы Молодой человек оптом приобретал курительные миксы и перепродавал их своим знакомым А квартира, которую юному преступнику предоставили для личного пользования его же родители, со временем превратилась в настоящий наркопритон Именно туда многочисленные клиенты приходили за очередной дозой Во время обыска сотрудники УФСКН обнаружили в газовой духовке сверток с наркотиками массой 160 граммов, а также приспособления для его употреблений Сейчас проводится расследование, возбуждено уголовное дело В самом же управлении госнаркоконтроля на днях были подведены итоги деятельности ведомства за 2014 год Экспансия синтетических веществ, новых видов и тактика их сбыта Этот вопрос возглавил список обсуждений Сотрудники наркополиции совершенствуют методы противодействия этому недугу В 2014 году число выявленных наркопреступлений увеличилось с прошлогодних 599 до 642 В ходе проведения оперативно-розыскных и следственных мероприятий изъято без малого 87 килограммов наркотических средств, психотропных и сильнодействующих веществ При этом осуществлено 115 фактов изъятия оптовых партий наркотиков Всего с обвинительным заключением в суды направлено 297 уголовных дел в отношении 341 фигуранта И еще в продолжении полицейской темы Правоохранитель задержали жителя Рязани, который инсценировал угон своей собственной машины ради получения страховки Получить теперь деньги, наверное, у него не получится На что готов пойти человек, уставший от ежемесячных выплат по кредиту? Да на многое! Вплоть до аферы! В полицию с заявлением об угоне обратился 30-летний житель Рязани По словам мужчины, его автомобиль, Лада Калина, пропал с парковочной площадки, где он был оставлен хозяином ранее Оперативники уголовного розыска, расследуя эту кражу, выяснили, что Лада Калина, может, и поменяла хозяина, но не стала предметом хищения Рязанец был уличен в совершении заведомо ложного доноса о преступлении Злоумышленник инсценировал похищение собственного автомобиля Машину он спрятал у знакомых В ходе проверки было установлено, что данный гражданин совершил заведомо ложное сообщение О совершенном отношении его преступления, то есть хищении автомобиля С целью получения страхового возмещения На самом деле заявление было ложным, так как я хотел получить денежную компенсацию За страховку, автомобиль был застрахован по каске Я вину осознал, что так лучше не надо Такого больше не повторится По словам злоумышленника, ему было трудно выплачивать кредит за машину Благодаря страховке он хотел поправить свои финансовые дела Чтобы в дальнейшем спокойно рассекать уже на своем некредитном авто Так сказать, и вишенку съесть, и косточкой не подавиться Но по законам жанра так не бывает В настоящее время похищенный автомобиль разыскали Он будет использован как доказательство в суде В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело А теперь к другим темам В конце прошлого года состоялось заседание Общественного совета при областной жилой инспекции Тогда участники собрания предложили ликвидировать организацию С малопонятной аббревиатурой СПК ОМЖД Рязанский городской оператор По их мнению, эта организация незаконно собирает деньги с населения За капитальный ремонт многоквартирных домов Разбиралась в деле Оксана Тебенихина В конце прошлого года состоялось пленарное заседание Общественного совета при Государственной областной жилищной инспекции В повязке дня был озвучен вопрос Касающийся сбора взносов на капитальный ремонт жилья Эта тема является сейчас особенно острой в нашем регионе Дело в том, что на территории Рязани и Касимова Действует потребительский кооператив Рязанский городской оператор Который, по данным областной жилой инспекции Занимается незаконной деятельностью По сбору средств с жителей 128 домов Данный потребительский кооператив Был создан в целях сбора платежей взносов на капитальный ремонт Данный потребительский кооператив был создан управляющими организациями Их, будем так говорить, руководителями Представителями непосредственно И, как уже всем известно Вопрос этот наболевший Данный потребительский кооператив К сожалению, не соответствует требованиям Предъявляемым к владельцам специальных счетов В связи с чем Государственная жилищная инспекция Рязанской области Отказала данному кооперативу Внесение в реестр данного кооператива Как владельца специального счета В отношении 128 домов По оплате взносов на капитальный ремонт По словам представителей жилой инспекции Было издано постановление О внесении подведомственных городскому кооперативу домов В реестр регионального оператора По капитальному ремонту С 1 сентября данный региональный оператор Стал собирать и выставлять Платежные документы собственников По взысканию взносов на капитальный ремонт Но потребительский кооператив Будучи не обжаловав действия инспекции О том, что мы отказали им Во включении в реестр владельцев спецсчетов И не обжаловав постановление Ни администрации города Рязани Ни города Касимова Тоже стали выставлять счета На уплату взносов Получается, собственникам жилья Приходится платить взносы За капремонт дважды городскому И региональному фондам Причем первый, получается, занимается Своей деятельностью незаконно Пошли многочисленные жалобы Соответствующие органы И к региональному оператору И к нам в жилищную инспекцию И в прокуратуру Рязанской области В конце концов было принято решение С подачи правительства Рязанской области В настоящее время прокуратурой Областной прокуратурой подано исковое заявление О защите неопределенного круга лиц По поводу незаконных действий данного кооператива По открытию счетов И, соответственно, закрытия данных счетов Со стороны инспекции также Поскольку мы принимали досудебные меры По поводу закрытия данных счетов И направляли соответствующие письма в Сбербанк О том, что они неправомерно открыли данные счета Но, сославшись на законодательство О банковской деятельности Сбербанк нам отказал В добровольном закрытии счетов В связи с чем инспекция была вынуждена Подать исковое заявление В арбитражный суд города Москвы Поскольку центральное отделение Сбербанка Находится в Москве И в настоящее время И то, и другое И исковое заявление прокуратуры И исковое заявление жилищной инспекции В отношении банка Принято к производству Сейчас городской оператор Продолжает заниматься незаконным сбором средств На капитальный ремонт А на предварительном судебном слушании Кооператив пытался предпринять все меры Чтобы граждане продолжали делать взносы На их счет Некоторые товарищи даже умудрялись Обвинить регионального оператора В необособленном обогащении За деньги жителей тех самых 128 домов По последней информации Городской кооператив Собрал со своих клиентов Порядка 3,5 миллионов рублей В дальнейшем После всех разбирательств Эти средства будут перечислены Насчет будущих уплат В казну регионального оператора История эта с продолжением Мы будем следить за развитием событий В Гороще на улице Старая Дубрава Открылся новый детский сад Сад современный В нем будет бассейн и компьютерный класс И что важно Он получился довольно вместительным Его посещать смогут более двух с половиной сотен Маленьких ребятишек Новый детский сад распахнул свои двери Для маленьких жителей Рязани Расположен он на улице Старая Дубрава В новом жилом комплексе Открывали детский сад Губернатор Рязанской области Депутат Государственной Думы И глава администрации города Ну понятно, здесь еще даже Он не завершил строительство Микрорайон Будет еще строиться Несколько жилых домов И как правило В этих домах Молодые семьи Квартиры приобретают Потому что одно-двухкомнатная квартира Эконом-класса И молодые семьи Они для того и создаются Чтобы рожать детей И детский сад В микрорайоне Он даже позволит Интенсивнее строить дома И людям приобретать здесь жилье Для этого микрорайона Это очень важно Потому что он немножко обособленный Удален от других микрорайонов Здесь все есть Для того, чтобы дать детям Качественное дошкольное образование Даже компьютерный класс есть Представляете В детском саде Компьютерный класс Это Поэтому Я могу оценить Только на оценку Отлично Кажется, что у чиновника Это такая вот затея Ехать и резать ленточку На самом деле Я бы ездил каждый день Потому что ленточка Это новый объект Новый детский сад Или новая школа И есть с чем сравнить И вот я вижу этот детский сад Я в своей вот этой истории Двухлетней этого проекта Детских садов такого уровня не видел С таким качеством С такой свободой С таким большим количеством воздуха И с таким оборудованием И в столь короткие сроки сделаны Причем место стоит здесь Значительно дешевле Как это ни странно Чем в среднем место Одно место в детском садике В Российской Федерации Три этажа нового учреждения Разместили в себе спортивные и музыкальные залы Бассейн Изобразительную студию И даже компьютерный класс И сенсорную комнату Здесь есть видеонаблюдение А особенностью детского сада Является робот Который передвигается из группы в группу И снимает образовательный процесс Это позволит родителям Наблюдать за детьми Онлайн через интернет Впечатление очень хорошее О детском саде И если с учетом того, что Ковалев сказал Еще что И компьютерный Я и сама видела И компьютерный зал для деток У меня вот внучка 4 года Ей все это очень интересно Да все прекрасно Вот бассейн какой огромный Ну что это Ведь все хорошо Все для деток Обошелся детский сад бюджетом В сумму более 230 миллионов рублей Построен он был в короткие сроки Всего за 9 месяцев И может принять до 350 детей А далее сюжет на правах рекламы Сегодня секонд-хенд Это целая индустрия В Европе существует множество компаний Которые поставили этот бизнес На профессиональную основу И громадное количество людей Имеют возможность одеваться Дешево и при этом качественно В нашей стране Если раньше магазины секонд-хенд Располагались в подвалах и на задворках То сейчас это обычные светлые Аккуратные и большие магазины С самыми разнообразными товарами На все вкусы и размеры Где совсем дешево Можно приобрести не просто качественную Но и брендовую одежду Теперь одним таким магазином В нашем городе будет больше Уже 31 января Для рязанцев в торговом центре Московский Распахнет свои двери Гипермаркет Вова Рязанский филиал Крупной сети гипермаркетов Одежды секонд-хенд У нас представлено На рынке Санкт-Петербурга Такого формата Порядка 15 магазинов Есть еще магазины в регионах Это Тверь, Псков, Новгород, Вологда, Череповец, Тула И теперь мы открываемся 31 января в 10 утра Здесь в городе Рязань Кстати, что касается названия магазина Вова – это всегда огромный выбор ассортимента И, надо сказать, название абсолютно себя оправдывает На 400 квадратных метрах вы сможете удовлетворить любой, даже самый взыскательный вкус Предметы домашнего обихода Детская женская и мужская одежда Обувь, ремни и сумки Словом, здесь можно будет найти все Начиная от носового платка и заканчивая норковой шубой Важно и то, что каждую неделю в магазине будет происходить полное обновление товара В связи с чем уникальная система скидок В понедельник – 10%, во вторник – 20%, в среду – 30%, в четверг – 40%, в пятницу – 50%, а уже в субботу – новый товар Словом, если вы любите баловать себя обновками и не хотите, чтобы ваш кошелек при этом изрядно страдал, вам точно сюда Уже 31 января в 10 часов утра вас ждут на Новаторов 2 Корпус 7 в торговом центре Московский на торжественном открытии магазина Вова В этот день вы сможете не только порадовать себя какой-нибудь эксклюзивной вещицей, но и получить удовольствие от праздника Конфеты, шампанское, воздушные шары, конечно, приятные сюрпризы и отличное настроение на весь день Уважаемые жители города Рязани, гости, приходите 31 января на открытие магазина Вова, ждем вас Это был завершающий наш эфир видеоматериал Далее в эфире программа подробностей Гостем студии стал директор спортшколы Олимпиадс Владимир Скрипченко И речь в беседе пойдет об открытии биатлонного комплекса неподалеку от поселка Ворские А на сегодня это все, и до встречи в эфире Редактор субтитров А.Семкин